МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во-первых, февральская индексация составила 4%. И остается возможность повторной индексации в 2016 году, во втором полугодии. Процент индексации будет определяться в зависимости от экономического положения в стране. Вторая особенность – это то, что с 2016 года страховые пенсии работающим пенсионерам индексироваться не будут. Работающим считается тот пенсионер, который работал по состоянию на 30 сентября 2015 года. Если пенсионер уволился в четвертом квартале 2015 года или в первом квартале 2016 года, ему необходимо обратиться с заявлением в пенсионный фонд, подтвердить факт увольнения, для того чтобы ему была проведена индексация. Кроме того, на 7% будут увеличены размеры ежемесячной денежной выплаты. С ее индексацией вырастет стоимость набора социальных услуг, которые федеральные льготники могут получать как в натуральной форме, так и в денежном выражении. К этой категории относятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды, граждане, пострадавшие от воздействия радиации и некоторые другие категории. Всего в общей сложности в Омской области ежемесячные денежные выплаты и набор социальных услуг получают 165 тысяч человек. К набору социальных услуг относятся бесплатное обеспечение лекарственными средствами, бесплатное предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугороднем транспорте к месту лечения и обратно. Заявление о своем выборе необходимо предоставить в пенсионный фонд до 1 октября текущего года и оно будет действовать со следующего года. Особенностью является тот факт, что на протяжении уже нескольких лет такое заявление нет необходимости подавать каждый год. Депутатами законодательного собрания в Омской области принято изменение в региональный закон о регулировании отношений в сфере образования. Теперь за выполнение обязанностей классного руководителя установлен норматив. За каждого ученика его классный руководитель будет получать 40 рублей. Установление норматива связано с тем, что классное руководство не является для учителя обязательным, оно по закону не считается должностной обязанностью преподавателя. И ранее учителя за классное руководство доплаты получали стихийные. Теперь для этой выплаты установлена норма. Сама выплата отнесена в компенсационные категории. Коснуться выплаты за осуществление классного руководства более 14 тысяч педагогов Омской области. Для выплат в этом году из бюджета области будет направлено 144 миллиона рублей. Арбитражный суд Омской области зарегистрировал иск Центробанка России о признании ликвидируемого должника Мирового банка банкротом. В качестве третьих лиц по делу выступают Госкорпорация Агентства по страхованию вкладов Управления Росреестра по Омской области и Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы номер 12. В течение января претензии к Омскому банку предъявляли многие вкладчики, которые не могли снять деньги. А некоторые организации, например, муниципальные рынки Альфа, МРСК Сибири, даже предъявили иски по необоснованному обогащению. В результате 21 января у Мировбанка отозвали лицензию на осуществление банковских операций за размещение денег в низкокачественные активы, несоблюдение законодательства, противодействующего отмыванию денег и представление недостоверной отчетности. Прием заявлений о выплате возмещения по счетам и иных необходимых документов для клиентов Мировбанка начнется 4 февраля. Выплачивать страховое возмещение вкладчиком будет Российхозбанк. Общественная палата России внесла предложение о запрете пользования соцсетями в рабочее время. Как следует из текста документа, такое ограничение поспособствует улучшению трудовой дисциплины в компаниях. Портал Headhunter решил опросить о МИЧЕ, как часто они пользуются соцсетями в рабочее время. Выяснилось, что 32% омских организаций уже ограничили доступ к интернету своим сотрудникам. В большинстве случаев это произошло в банковской сфере и автомобильном бизнесе. В этом плане больше всего повезло журналистам и представителям высшего менеджмента. У них практически нет ограничений. 59% омичей выходят в социальные сети с помощью рабочих компьютеров, чтобы почитать новостную ленту, пообщаться с друзьями или послушать музыку. Таким образом, по словам абонентов, они отдыхают от работы, пишет Омский информ со ссылкой на исследование. Однако 12% рассказали, что пользуются соцсетями для работы. В соцсетях нет. Это пустая трата времени. У меня на работе нет времени, чтобы проводить его в соцсетях. По работе не приходится использовать. Конечно, как в соцсети общение проводим, бывает, появляемся. Да, используем только в целях работы. Допустим, посмотреть какой-то рецепт. Я работаю поваром. Новости вообще не смотрю. Переписываться особо не с кем. Там все одно и то же. Просто это как, я не знаю, большое мусорное ведро, в которое можно кинуть. Допустим, кличи, оттуда что-то вернется. А так там делать нечего, в этих соцсетях. Дмитрий Медведев на совещании в Горках заявил, что главным приоритетом антикризисного плана 2016 года будет выполнение социальных обязательств правительством. Но это совсем не так. Как выяснил московский комсомолец, именно на социалку придутся основные сокращения ассигнований, направленных в том числе на облегчение жизни пенсионеров и малообеспеченных россиян. Например, правительство собирается зарубить предложение Минтруда по второй индексации пенсии с 1 августа 2016 года на 8,9%, а также отказаться от закупок лекарств на 20 миллиардов рублей для больниц и льготных категорий граждан. Вирус подкосил аптеки. Об этом на своих страницах пишет ежедневная деловая газета РБК. Дефицита лекарственных препаратов для лечения гриппа в России нет, следует из-за официального сообщения Министерства здравоохранения, которое ведомство разослало в понедельник. Однако ведомстве признают, что в аптеках есть временные логистические трудности с доставкой препаратов. Перебои возникают из-за ажиотажного спроса, но разрешаются в течение 1-3 дней, говорится в сообщении. Однако, по словам экспертов, у аптек возникают сложности с поставками препаратов сейчас не только по этой причине, но и из-за нехватки финансовых средств. Вступило в силу постановление правительства в Московской области в периоде моратория для только что построенных домов. Об этом пишут коммерческие вести. Кроме того, напомним, с 1 января 2016 года вступили в силу поправки к закону о социальной защите инвалидов в Российской Федерации, согласно которым инвалидам 1 и 2 групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 50% от начисленной суммы. Как сообщает фонд компремонта, в Омской области льгота распространяется на 48 тысяч человек. Компенсация возможна после полной оплаты взносов и осуществляется на заявительной основе. Жилье переживает усадку, констатирует коммерсант. Успехи жилищного строительства 2014 года и начала 2015 года сильно смягчили годовой спад в отрасли. В Минстрое прогнозировали ввод на эксплуатацию максимум 75 миллионов квадратных метров жилья, но по данным Росстата, в реальности показатель достиг 83 миллионов. Объем ввода жилья снизился всего на 0,5% по сравнению с рекордным 2014 годом. Тревожно, однако, к концу года темпы падения отрасли ускорялись. Главным инструментом поддержки отрасли было стимулирование спроса на жилье, прежде всего за счет льготной ипотеки. Однако продление такой поддержки на 2016 год, как и иные антикризисные меры, в строительной отрасли правительству только предстоит проработать в условиях очевидной нехватки ресурсов. В 2016 году, по оценке экспертов, значительного улучшения в строительстве ждать не стоит. Как увеличить доходы и сократить расходы? Куда вложить деньги и получить процент? Как приумножить то, что есть, и иметь перспективы на будущее? На эти и другие вопросы на телеканале НДС РБК в четверг вечером отвечает персональный брокер финансовой группы БКС Олег Шеков. Идет ценовая война. То есть Саудовская Аравия пытается добиться чего? Захватить новые рынки. То есть просто игра на выживание. Будем говорить так, все неэффективные, нефинговственные компании, не дать им возможность развивать и в дальнейшем продвигать свои проекты и захватить чужие рынки сбыта. Вот, собственно говоря, и все. Смотрите программу на канале НДС РБК 4 февраля в 18, 20 и 22 часа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова